Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! У нас урок развития личности. Сегодня мы снова встретились, чтобы поговорить о вашем будущем. Хотите ли вы быть счастливыми? Люди давно ищут формулы счастья. Одна из таких формул звучит так. Счастлив тот, кто утром с удовольствием идет на работу. А вечером с радостью возвращается домой. Можно разрезать пополам хлеб, и каждая половина останется такой же вкусной, как и весь хлеб. Так и жизнь человека разделена пополам между работой и личной жизнью. Обе эти половины должны вдохновлять человека и наполнять его счастьем. Но если у кого-то дома все хорошо, а на работе кое-как и совсем плохо, то половина счастья не получится. Половина счастья – это уже не счастье. Поэтому для каждого человека так важно сделать правильный выбор профессии. А начинать задуматься над тем, в какой сфере я смогу применить свои способности, необходимо уже в детстве. У меня растут года. Будет и 17. Где работать мне тогда? Чем заниматься? Книгу перевороши, намотай себе на ус. Все работы хороши. Выбирай на вкус. И тема нашего сегодняшнего урока – профессиональная деятельность, которая вдохновляет. Мир профессий огромен. Их насчитывается более 50 тысяч. Причем ежегодно появляется около 500 новых. И столько же исчезают или видоизменяются. Это связано с бурным развитием науки и информационных технологий. В последнее время исчезли многие профессии, требующие тяжелого физического труда. Во все времена существовали приоритетные профессии. Слово «приоритет» означает в переводе с латыни «первый», «старший». Понятие, показывающее важность, первенство. Приоритет профессии – это ее востребованность в обществе. Приоритет профессии определяется интересами людей и тем, в каких специалистах нуждается страна. Некоторые говорят о том, что деньги не нужны, нужно непременно работать по призванию. Но прежде мы сначала рассмотрим, какие же специалисты требуются в приоритете нашему государству. В высоком приоритете такие специалисты, которые всегда нужны в медицине, IT-технологиях, полиции, учителя, швеи, сварщики, повара. Средний приоритет. Необходимость в этих профессиях возникает нечасто. Это строители, продавцы, водители. И низкий приоритет – это люди, которым трудно найти работу по специальности. Юристы, экономисты и актеры. Люди считают, что призвание второстепенно, и человек должен быть готов к любому роду работы за деньги. Но в действительности важно получить от работы удовольствие и достойное финансовое вознаграждение. В таком случае жизнь человека будет более счастливой, а значит, и служить людям он будет посредством своей деятельности лучше. Профессия человека значима для общества. За всю историю человечества накоплен огромный опыт, который передается поколениями специалистов и служит для удовлетворения потребностей людей. Какая же польза от человеческого труда? Самые полезные для общества профессии – это профессии, связанные с воспитанием, обучением, лечением и обслуживанием людей. К такой группе относятся все педагогические и медицинские специальности, а также профессии сферы обслуживания. Есть профессии, которые создают продукт, улучшая тем самым качество жизни людей. Это архитекторы, строители, инженеры, швей, токари. Посмотрите внимательно на слайд и вы увидите, что польза труда для людей очень велика. Это улучшение условий жизни, обслуживание людей, их лечения, спасения, защита от рисков, воспитание и образование, общение между людьми и улучшение качества жизни. Состояние жизни целого поколения людей, обеспечение их безопасности и соблюдение их прав обеспечивают специалисты правоохранительных органов. Это полицейские, юристы, а также военные и пожарники. Специалисты в области науки и высоких технологий ежегодно создают новые изобретения, благодаря которым облегчают жизнь людей, заменяя их труд машин и компьютерным управлением, создавая возможности общения на расстоянии и даже обучения онлайн. Не существует работы, которая бы не приносила пользы, но любое дело должно быть сделано с самоотдачей, чтобы оно приносило должные плоды. Когда человек хорошо понимает свою работу, хорошо выполняет ее, то приходит и удовлетворение собой, и успех, и радость. Со временем может быть и даже слава. Такой человек и материально будет обеспечен. Надо быть обязательно требовательным к себе, добросовестно относиться к любому делу, быть в коллективе людей, с которыми ты работаешь, не лишним. Чем же является образование для поиска профессии? А образование – это генеральная репетиция перед настоящей жизнью. Вам необходимо проанализировать свои способности, уже сейчас, уча в школе, чтобы определиться с выбором всей жизни. Нужно для начала понять себя. Если вы хотите быть счастливым, занимаясь любимым делом, вам нужно очень хорошо осознавать свои желания и увлечения. Что же еще вы можете сделать уже сейчас, чтобы подготовить себя к овладению профессией, которая будет вас вдохновлять и приносить достойный доход? Составьте два списка. В одном из них – что я умею делать, а в другом – что мне нравится делать. Если вы не уверены в своих достижениях, спросите об этом у окружающих. Иногда нам трудно увидеть, в чем мы преуспеваем. Если вы не уверены, что в чем-то преуспеваете, спросите об этом у своих родителей, других членов семьи, друзей и учителей. Возможно, их ответы удивят вас. Может, вы найдете людей со схожими интересами и пообщаетесь с ними. Подумайте, в каких сферах деятельностей вы преуспеваете в школе? Какие предметы даются вам легко? Любимый предмет в школе может послужить основой будущей профессии. Но у вас должно быть желание работать на результат. Если вам нравятся уроки по изучению языков, обдумайте возможность стать редактором или копирайтером. Если вы увлекаетесь математикой, можно стать экономистом или бухгалтером. Учитывайте собственные увлечения. Можно без проблем превратить свое хобби в будущую профессию. К примеру, если вам нравится играть в компьютерные игры, вы можете стать дизайнером компьютерных игр, программистом или специалистом по обеспечению качества. Если вам нравится рисование, можно освоить профессию графического дизайнера. Забудьте о проторенной дорожке. Если вы хотите взлететь, то бросьте все силы на то, что вас по-настоящему зажигает. У каждого оно есть. Прислушайтесь к своему сердцу, и успех обязательно придет. Вам, ребята, молодым, умным, смелым и настойчивым, должна покориться жизнь и принести успех, признание и огромное чувство радости и удовлетворение от того, что вы будете делать для себя и для людей. Счастлив тот человек, который занимается любимым делом, кто правильно выбрал профессию. Ищите и не уставайте искать. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok